Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы, продолжая нашу тему о геране, поговорим о вредителях, которые часто атакуют это растение, и о том, как же с ними правильно бороться. Комнатную пеларгонию могут атаковать вредители вне зависимости от времени года и от места выращивания. Подвержено растение атаки следующих паразитов. Гусеница. При обнаружении дырок на листьях можно быть уверенным, что герань атаковали гусени. Для их уничтожения нужно осматривать пеларгонию ежедневно. Тля. Это насекомые быстро размножаются и образуют колонии, скапливаются они на нижней части листьев. Паутинный клещ. Появление желтоватых крапинок указывает на заражение клещами. Позднее на листьях начинают появляться обесцвеченные и сухие участки. Белокрылка. Самки насекомого откладывают личинки на внутренней стороне листьев и стремительно размножаются. При заражении у пеларгонии начинают скручиваться листья. Трипсы. Их появление бывает обозначено наростами с нижней стороны листьев. Зелень приобретает бурый окрас. Позднее на цветках начинают появляться пятна, так как трипсы активно размножаются в их тычинках. Нематода. Самым опасным вредителем для герани является нематода. При поражении ею погибает сразу весь уст. Паразит поселяется в корневище и поедает его. Избавиться от нее невозможно. Придется уничтожать цветок целиком и выбросить почву, в которой он произрастал. Мера борьбы с паразитами заключается в применении следующих препаратов. Мессенджер. Это препарат необходимо растворять в воде и поливать грунт, в котором растет пеларгония. Аспирин. Нужно развести одну таблетку в бедре воды и опрыскивать полученным раствором листики один раз в 30 дней. Марафон. Эффективен этот препарат при устранении белокрылки и тли. Его необходимо насыпать на почву вокруг герани и обильно полить землю водой. Осуществлять процедуру нужно не менее 1 раза в месяц. Монтерей. Наилучшим образом подходит для борьбы с гусеницей. Препарат необходимо развести водой и опрыскать им всю герань. Опрыскивание осуществляется не менее 1 раза в 7 дней. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Как вы уже знаете, дорогие зрители, задавать вопросы, выражать свое мнение и делиться личным опытом можно в комментариях. А с вами был канал «Цветок в доме. Комнатные растения». Если вы до сих пор не подписаны на наш канал, то подписывайтесь. И вы всегда будете знать все секреты и особенности ухода за комнатными растениями. Да и не только. А я всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!